Со 2 июня можно улететь в Великобританию, а с 10 июня в Австрию, Венгрию, Лексимбург, Маврики, Марокко и Хорватию. А куда же могут отправиться жители стран Содружества в традиционном обзоре расскажут наши корреспонденты. 1 июня Грузия открыла сухопутные границы с Азербайджаном, Арменией и Россией. Пока на КПП немноголюдно. Нет очередей, которые обычно были в летнее время года. Это связано с тем, что у соседей пока все еще действуют ограничения. Для того, чтобы пересечь границу, нужно иметь справку о вакцинации или отрицательный результат теста на ковид, сделанного максимум за 72 часа. Если не по земле, то по воздуху. Граждане всех стран Содружества могут прилететь в Грузию на самолете. Тбилиси принимает прямые рейсы с Баку, Еревана, Минска и Нурсултана. Все остальные могут добраться с пересадкой, выбрав удобный маршрут. Армения начала открывать границы еще в сентябре прошлого года. Тогда возобновилось авиасообщение с Россией, Францией, Австрией, Ираном, Египтом и Арабскими Эмиратами. А после недавнего открытия сухопутной границы с Грузией и в самой республике ждут наплыва туристов. Обе страны вместе могут привлечь больше иностранцев, посчитали эксперты. Ведь люди, приехав в Армению, могут съездить в Грузию и вернуться обратно. Функция 2 в 1 для путешественников может стать очень популярной. Но при пересечении границы с Арменией, как и в большинстве стран, необходимо предъявить тест об отсутствии коронавируса. Регулярные рейсы из Казахстана летают в 14 стран. Небо страны открыто для граждан России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана. Уже в понедельник будет увеличено количество рейсов в некоторые страны Содружества. Границу республики можно пересечь только при наличии отрицательного теста на ковид. Если есть паспорт вакцинации, можно обойтись и без теста. Для самих казахстанцев открыты чартерные рейсы в Черногорию и Египет. Также из Несултана можно улететь в Южную Корею, Арабские Эмираты, Германию. Закрытыми остаются США, Великобритания, Франция, Канада и Япония. Авиасообщение у Молдовы из всех стран Содружества есть пока только с Россией. А вот сухопутные границы открыты. В республику могут приехать все, но только с тестами на ковид. Границы для граждан Молдовы тоже открываются. Правда, все зависит от правил каждой страны в отдельности. Те, кто прошел все этапы вакцинации, могут спокойно отправиться в Грузию. А на этой неделе соседняя Румыния разрешила въезд молдаванам. По возвращении домой необходимо в обязательном порядке иметь отрицательный тест или справку о вакцинации. На сегодняшний день в Таджикистане открыто авиасообщение с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Белоруссией. А вот сухопутные границы пока закрыты. Как и в других странах, в республике действует правило «обязательно тест на коронавирус». Без этого документа пассажиры не пройдут пограничный контроль. Еще в августе прошлого года Кыргызстан открыл авиасообщение с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Азербайджаном. Через несколько месяцев список стран был расширен. Сейчас республика открыта для всех без исключения. Полеты совершаются в обычном режиме. Сухопутные границы Кыргызстана пока открыты только для 33 государств. Для всех прибывающих в Кыргызстан необходим отрицательный ПЦР-тест. Сертификат о вакцинации не обязателен. Сухопутные границы Азербайджана со странами Содружества сейчас закрыты. Авиасообщение возобновилось с Россией. По правилам, все влетающие и вылетающие из Баку еще в аэропорту заполняют анкету и получают QR-код. Документ, подтверждающий, что человек зарегистрирован в системе и не болен коронавирусом. Азербайджан также открыл небо и для Грузии. Однако все пассажиры по прилете в эту страну должны за свой счет пройти тест на ковид, либо же отправиться на восьмидневный карантин. Белоруссия – единственная страна СНГ, которая в пандемию не закрывала свои границы. Но все, кто приезжал из стран Содружества, которые находились в красной зоне, например, из Армении, должны были пройти десятидневный карантин. Самолетом в Беларусь можно прилететь из любой страны, поездом только из России. Те, кто въезжает в страну на автомобиле или автобусе, должны указать причину. Это может быть работа, лечение или смерть родственника. Для самих белорусов выезд за рубеж временно ограничен. Пересекать наземные пункты пропуска дважды в год могут только граждане страны, имеющие постоянный вид на жительство в другом государстве.